Привет! В этом видео мы рассмотрим с вами основные окна в WPF-проекте, а также создадим приложение Калькулятор. Но сперва я хочу порекомендовать сайт idproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Итак, первое о чем нам стоит поговорить, так это об общей структуре WPF-проекта. Когда вы впервые создаете WPF-проект, то у вас сразу создаются несколько файлов, открывается несколько вкладочек, ну и изначально все это может даже немного отпугнуть. На самом-то деле здесь не все так страшно, ну и сейчас мы с вами рассмотрим основные вкладки и основные файлы, которые у нас здесь были созданы. Давайте поначалу поговорим про основные файлы. Здесь у нас создано всего лишь два файла, и оба этих файла они описывают какую-либо страничку, какое-либо окно внутри нашего приложения, внутри нашего, вернее, проекта. На данный момент у нас есть лишь одно окно, это основное окно, вот оно здесь как раз и представлено. Ну и для описания какого-либо окна всегда используются два файла. В первом файле у вас описывается весь дизайн вашего окна, то есть здесь в этом файле я могу, например, изменить размеры самого окна, если мне это нужно. Я могу установить какие-либо новые объекты, я могу к этим объектам добавить стили, ну и в принципе я могу создать тот дизайн, который я сам захочу. И здесь же вы еще можете заметить, что у нас вот этот вот файл, он имеет расширение .xalm, то бишь для описания дизайна мы с вами используем такой язык, который называется как залм. И чтобы создать сам дизайн, мы, во-первых, можем просто перетягивать различные объекты на само окошко, ну а во-вторых, мы можем писать код самостоятельно, можем его писать вот здесь внизу. И этот код, он, видите, очень схож с языком HTML, ну или вернее с языком XML, и по факту вы здесь просто прописываете различные теги, тем самым создавая различные объекты внутри вашего окна, внутри вашего приложения. Ну и чуть позже, в ходе этого урока, мы действительно будем писать здесь код, будем создавать новый дизайн для нашего окна. То бишь, первый файл, он описывает просто графическую составляющую, составляющую вашего окна. Во втором файле описывается вся функциональность для вот этого самого окна. То есть, например, вы здесь добавите какие-либо кнопочки, и дальше во втором файле вы можете указать, какие действия будут происходить, например, при нажатии на эти кнопки. Ну это банальный пример, но в целом вы тут можете описать любой функционал, который будет относиться конкретно к вот этому вот окну. Если в будущем вы захотите создать еще какое-либо окошко внутри вашего приложения, то, соответственно, вы создаете, ну по факту, новое окно, а в этом новом окне будет тоже два файла. Первый файл будет описывать графическую составляющую, а второй файл будет описывать всю функциональную составляющую этого окна. Ну и в ходе этого урока мы пока будем работать только с одним окошком, ну и соответственно в этом окошке мы пропишем как дизайн, так и пропишем функциональную составляющую. Дополнительно давайте поговорим про различные окошки, которые также здесь были открыты. В самом верху мы можем найти окошко обозревателей решений. Внутри этого окошка находятся полностью все те файлы, которые принадлежат к нашему проекту. Например, здесь я могу найти файл, который называется как AppConfig. Внутри этого файла описываются глобальные характеристики для нашего проекта. Ну и соответственно в будущем, если нам потребуется описать какую-то глобальную характеристику, то также можно будет описать ее внутри этого файла. Также здесь мы можем найти AppExaml и по сути вот здесь в AppExaml мы найдем основной класс, который тоже называется именно как App. И внутри этого основного класса будет метод, который называется как Main, с которого как раз и начинается запуск всей программы. Мы на самом-то деле в ходе этого курса не будем работать с этим классом. В то же время, если вам в будущем потребуется изменить вот это вот начальное окошко, которое будет запускаться при старте программы, то это можно сделать как раз вот здесь внутри этого класса. То есть вот сейчас у нас здесь указано то, что при запуске всего проекта у нас будет запускаться изначально такое окошко, которое называется как MainWindow.Examl. То есть это по факту вот это вот наше окошко. В то же время вы можете поменять это значение и указать, например, что при старте программы у вас будет запускаться какое-либо другое окно. Опять же, в ходе этого курса мы с этим классом работать не будем, но вы просто можете знать, что это основной класс, внутри которого находится вот этот основной метод, через который и происходит запуск всего нашего проекта. Ну и также здесь же в обозревателе решений мы можем найти все те окна, которые есть внутри нашего проекта. На данный момент у нас есть лишь одно окошко, это MainWindow. Мы можем просто два раза нажать как бы на MainWindow и у нас откроется вот этот вот файлик.Examl. Либо же можем раскрыть вот это окно и здесь мы найдем класс MainWindow, который служит как раз для описания всего функционала, который будет соответствовать вот этому вот окну. То бишь в обозревателе решения находятся полностью все эти файлы, которые принадлежат к вашему проекту. Если посмотреть чуть ниже, то здесь мы найдем окошко свойства и через это окошко мы можем устанавливать различное оформление, различные свойства для всевозможных объектов, которые будут у нас на страничке в нашем окне. Ну и вот, например, давайте я сейчас с вами выберу само окно, причем я не хочу выбрать объект Grid, который вот здесь у нас есть внизу. Вместо этого я хочу выбрать объект Window. Я просто могу нажать на сам этот тег, ну и таким образом я выбираю как бы все окно, всю нашу вот эту вот страницу. И если я выберу всю нашу страницу, то в таком случае здесь в свойствах я могу добавлять различные характеристики, различные настройки сразу ко всему нашему окошку. Что это означает? Вот, например, давайте мы зайдем во внешний вид и здесь я могу установить как бы новый дизайн для всего нашего окна. На данный момент у нас для окна есть вот этот вот верхний тулбар, то есть это верхняя менюшка для нашего окна. И я могу эту менюшку просто убрать. Для этого я беру вот здесь свойство Windows Style и просто нажимаю на него и выбираю, например, значение None. После этого, видите, верхнее меню, оно просто убралось. Ну и теперь, если я запущу проект, то я не смогу его не скрыть, я не смогу его не вообще закрыть. Ну, то есть у меня не будет вот этих вот функций, которые были изначально в верхней менюшке. Я, пожалуй, все-таки оставлю, чтобы у нас Tool Window, чтобы у нас вот это вот как бы верхнее меню было. Причем Tool Window это, кстати, просто верхнее меню, в котором будет исключительно кнопка закрыть. Я все-таки, наверное, давайте укажу как 3D Border Window. В таком случае у меня здесь будет 3 кнопки, это закрыть, свернуть или же раскрыть весь экран. Ну и пускай именно вот такие кнопки у меня все-таки здесь будут. Также здесь можно указать и другие различные настройки. Например, вы можете указать, какой основной текст будет использоваться, ну какой шрифт у вас будет использоваться на этом окошке. Вы можете указать размер шрифта, сказать, что он будет у вас жирным или же наоборот не жирным. Также здесь вы можете указать, например, подпись для самого этого окошка. Ну и, например, давайте здесь мы напишем что-то в духе «Наша программа», нажимаем Enter, и видите, здесь вместо Main Window теперь пишется именно «Наша программа». Ну, конечно, текст можете какой угодно указать. Ну и по факту здесь есть очень много различных свойств. Все эти свойства отличаются в зависимости от того, какой объект мы с вами выбрали. Вот, например, сейчас я выбрал объект Grid, и здесь уже будут немного другие свойства. Например, мы можем уже здесь указать курсор, какой он здесь будет. Мы можем уже здесь поработать с макетом, то есть можем установить ширину, высоту и так далее. То есть в зависимости от объекта будут разные свойства. Разобраться с этими свойствами очень просто. Вы можете просто читать, что как бы здесь описано, и, соответственно, добавлять различные свойства к различнейшим объектам. Мы особо сильно работать сейчас с вот этой вот панелькой не будем, но в ходе курса к ней будем часто обращаться, ну и, соответственно, так понемногу ее и изучим. Пока просто не будем изучать каждое отдельное свойство, потому что это просто будет нелогично как-то. Ну и прежде чем мы приступим к написанию нашей программы, мы давайте рассмотрим еще одно окно. Это окно, оно у меня здесь не открыто. И, кстати, если вдруг у вас какое-либо окошко не открыто, то есть вот, например, обозреватель решений или свойства, если этих окон у вас нет, то вы их все можете добавить через вкладку вид. Например, вот здесь можно добавить обозреватель решений, ну и так дальше. Вот я, например, хочу добавить такое окно, которое называется как панель элементов. Вот я его здесь добавил, ну и вот оно у меня здесь как раз сейчас отображается. Что же это за окно такое? В этом окне представлены различные элементы, которые мы можем просто брать и перетягивать на само окно, на саму нашу программку, тем самым мы будем создавать тот дизайн, те объекты, которые нам будут нужны. То есть, например, если я хочу создать там, чтобы у нас здесь была какая-то кнопка, то в таком случае, ну я могу, конечно же, из быстрых объектов это все перетащить сюда, но также я могу просто здесь обратиться к поиску. Здесь, например, могу прописать button. Ну в таком случае нахожу необходимый для меня объект, просто его сюда перетягиваю, и вот у меня здесь как бы есть уже кнопка. Например, если я это все запущу, что давайте, кстати, с вами тоже сделаем, то после запуска у нас уже на окне будет два объекта, это прогресс бар, а также кнопка. Конечно же, никаких функций у этих объектов не будет, но в то же время мы хотя бы их просто с вами уже создали, и вот видите, здесь есть какая-то полноценная определенная кнопка. Ну давайте, пожалуй, это пока все с вами закроем, так как это нас сейчас не особо интересует. Итак, теперь давайте приступим к разработке калькулятора. Для начала я предлагаю поменять название нашей программы, пускай так и будет написано как калькулятор, а также я предлагаю поменять высоту и ширину нашей программы. Можно, конечно же, высоту и ширину менять вот здесь, через графический редактор, но я предлагаю это все поменять вот здесь, то бишь просто через настройки, через код вернее. Ну и давайте, например, высоту укажем как 350, а ширину, ну допустим, давайте укажем как 500 пикселей. К примеру, вот такой у нас будет калькулятор, Такой он у нас будет по размерам. Теперь мы давайте с вами сделаем вот что. Мы возьмем вот эту вот нашу основную сетку. И здесь в первую очередь добавим к ней просто название. То есть по этому названию мы в дальнейшем через код сможем обратиться конкретно к этому элементу. Ну и из этого элемента мы сможем вытащить, например, все кнопки, все текстовые надписи. Ну и в дальнейшем сможем с ними работать. Поэтому сперва просто указываем здесь название. И чтобы указать название, мы должны прописать x, потом двоеточие, name. И дальше указываем само по себе название. Название может быть каким угодно. Я давайте здесь, например, пропишу название как main root. Ну то есть, например, главный контейнер. Ну или main grid можно было бы назвать. Ну в общем тут название может быть каким угодно. И также давайте мы еще здесь пропишем дополнительно некие стили. И в качестве стилей я тут просто укажу background. То есть, это будет цвет заднего фона. Цвет можно указать каким угодно. Например, можете прописать red. Ну и, соответственно, он будет у вас красным. Я же все-таки укажу белый фон. Хоть он здесь и так у нас белый был. Но все-таки лучше это указать еще программно. Дабы 100% убедиться в том, что он у нас явно будет именно белым. Окей. Теперь следующее, что нам необходимо сделать. Так это, по сути, нам нужно начертить ряды и столбцы внутри нашего проекта. Внутри нашего окна, вернее. Смотрите, что у нас будет. Нам необходимо сделать 5 рядов. То есть, это будет 5 как бы рядов. Друг под другом они будут расположены. И нам необходимо создать 5 столбцов. Ну и, соответственно, в каждой определенной ячейке мы будем располагать либо какую-то текстовую надпись, либо кнопку. Ну и, в принципе, больше даже для калькулятора ничего не нужно. То есть, только текстовая надпись, либо же кнопка. Ну и давайте вот сейчас такие ряды мы с вами, ряды и столбцы мы с вами как раз и сделаем. Чтобы их создать, мы должны здесь прописать как бы новый объект. Ну, новый tag, можно сказать. И здесь мы прописываем с вами grid.rowdefinitions. То есть, мы как бы описываем сейчас с вами различные ряды. Как я уже сказал, я хочу сделать 5 рядов. Поэтому я открыл вот этот вот объект. И внутри него я просто прописываю 5 раз вот этот вот rowdefinition. Вот такой вот tag. И таким образом я создам как раз 5 рядов. То есть, 1, 2, 3, 4, 5. Ну и вот у нас, видите, вот здесь они появились. Вот у нас 5 рядов. 1, 2, 3, 4 и 5 вот внизу ряд. Теперь, дополнительно, я хочу создать еще и столбцы. Для этого я обращаюсь к такому тегу, как grid.column.definitions. И здесь мы, по сути, прописываем точно то же самое. Вот только в этот раз мы используем такой тег, который называется как column.definition. Ну и нам тоже потребуется 5 таких. Соответственно, я здесь их все и прописал. Ну и вот так это сейчас выглядит. То есть, видите, у нас есть как бы определенные теперь ячейки. И в каждую из этих ячеек мы сможем в дальнейшем вставить какой угодно объект. Например, кнопку сможем вставить, текстовое поле, поле для ввода информации. Ну все, что угодно мы вот в эти ячейки теперь можем вставлять. Нам, причем, это будет делать очень и очень удобно. Ну и в первую очередь мы давайте вот здесь, в самом верху, мы просто укажем, что у нас будет некая текстовая надпись. И в эту текстовую надпись мы будем выводить все эти данные, что будет вводить пользователь через калькулятор. То есть, например, он нажмет там на 2 и, соответственно, эта двоечка, она вот здесь будет выводиться. Нажмет на 3 и эта троечка, она тоже здесь будет выводиться. Ну то есть, принцип будет как у самого обычного калькулятора. И поэтому нам необходимо здесь создать новый объект, который у нас будет называться как текстблок. Именно этот тег, именно этот объект, он отвечает за создание некой текстовой надписи. Если я сейчас просто закрою текстблок, если я просто закрою сейчас этот текстовый объект, то по факту мы его даже здесь особо с вами не можем заметить. Не можем мы его заметить по той причине, поскольку мы не указали, где конкретно он должен у нас находиться. Ну и чтобы указать, где конкретно он у нас будет находиться, мы обращаемся к grid row. И нам нужно сказать, что я хочу, чтобы он располагался у нас вот в первой этой ячейке. Причем сейчас я указываю ряд. И чтобы указать как бы первый ряд, то мне нужно указать здесь число 0. Потому что здесь идет исчисление, начиная с числа 0, точно так же, как это было в массивах. Поэтому, чтобы указать как бы первый ряд, нужно указать его индекс, а его индекс это 0. Ну, соответственно, я говорю, что наша текстовая надпись, она будет находиться сейчас вот в этом ряду. Также я бы хотел указать, что наша текстовая надпись, она должна в ячейке тоже находиться по индексу 0. В таком случае, вот эта вот текстовая надпись, она будет находиться конкретно вот в этой ячейке. Потому что ряд мы указали по нулевому индексу и ячейку мы тоже указали по нулевому индексу. Чтобы убедиться в том, что текстовая надпись, она у нас сейчас будет выводиться именно в первой ячейке, то мы давайте дополнительно здесь добавим еще свойства текст и просто будем выводить какую-либо текстовую надпись. Сейчас можно заметить, что текстовая надпись, она выводится у нас в первом столбце, в первом ряде, соответственно, мы все указали с вами корректно. И вот давайте сейчас на секунду мы оторвемся от создания нашей программки и просто предположим, что я хочу расположить эту текстовую надпись, например, вот в этой ячейке. Я предлагаю вам сейчас поставить видео на паузу и попробовать самостоятельно расположить текстовую надпись в этой ячейке, но также покажу, как это можно сделать. Чтобы расположить текстовую надпись вот здесь, нам изначально нужно указать, что текстовая надпись будет находиться как бы во втором ряду. И чтобы это указать, мы просто указываем здесь индекс, но, соответственно, индекс это будет единица. Чтобы же указать, что она у нас будет находиться как бы в третьей колонке, нам необходимо тоже здесь указать просто индекс этой колонки, а, соответственно, это будет число 2. Ну и вот мы расположили эту текстовую надпись в верной для нас ячейке. Таким же образом вы можете располагать любые другие объекты в любых колонках, в любых, вернее, ячейках, где вам только этого захочется. Я все-таки оставлю здесь значения по нулям, просто по той причине, что я хочу, чтобы текст находился именно вот в этой первой ячейке. И еще один небольшой нюанс. Все вот эти вот настройки ко всем объектам, которые мы прописывали, вы можете прописывать как через код, так и можете прописывать через вкладку свойства. Вот, например, сейчас я дописывал текстовую надпись для TextBlock для вот этого объекта. И если выбрать TextBlock, сам этот объект, то здесь в свойствах вы также найдете как раз вот это свойство Text и тоже его здесь можете спокойно поменять. Например, напишу Hello123 и можно заметить, что здесь у нас эта текстовая надпись поменялась, ну и, конечно же, здесь она тоже у нас поменялась. То бишь, вот эти вот все настройки, все эти характеристики можно прописывать через код, а можно прописывать через вкладку свойства. Мы сейчас через вкладку свойства это все прописывать не будем, просто по той причине, что нам необходимо научиться самостоятельно писать все вот эти вот свойства. Нам нужно просто их лучше как бы для себя запомнить и по этой причине мы лучше их будем прописывать сами через код. Но в дальнейшем, конечно, можете обращаться к вкладке свойства и все здесь уже прописывать. Мы давайте пока лучше к ней не будем обращаться, просто чтобы лучше нам все эти свойства запомнить. Ну и теперь дополнительно, что я еще хочу указать. Я хочу указать, что вот эта вот текстовая надпись, она должна у нас занимать все абсолютно вот эти вот столбцы. И, кстати, я сейчас смотрю, я все-таки допустил ошибку, нам не нужно 5 столбцов, нам нужно всего лишь 4 столбца. Поэтому давайте я 1 column definition я просто удалю, ну и в таком случае у нас будет 4 всего лишь столбца, это будет более корректно. То есть здесь будут кнопки 1, 2, 3, а здесь, например, там знак плюс, здесь минус, ну и так дальше. То есть вот эти вот кнопки мы здесь пропишем и 5 столбец, вернее, он нам тут просто не нужен. Поэтому column definition 1 я просто удалил. Так вот, что я хочу сделать? Я хочу указать то, что вот эта текстовая надпись, она у нас должна занимать все 4 столбца. Чтобы нам такое указать, мы здесь обращаемся с вами к grid, column span, то есть как бы к объединению столбцов, и указывают, что здесь мы расположим эту текстовую надпись на все 4 столбца. Если бы, кстати, вы хотели расположить эту текстовую надпись, например, на 3 ряда, или на 2 ряда, или на 4 ряда, то в таком случае нужно было бы использовать не значение column span, а нужно было бы использовать значение row span. Ну и видите, вот сейчас у нас, например, текстовая надпись, она как бы занимает 4 ряда. Ну, мне такое не нужно, поэтому я все-таки верну к column span, и она у нас будет занимать 4 столбца. Вот, в общем-то, мы и прописали саму текстовую надпись. Наверное, только, пожалуй, мы к ней давайте еще добавим x name. То есть мы обращаемся к x, двоеточие, name. И x name, как я уже говорил, это просто идентификатор, это просто подпись самого объекта. Нам нужно указать идентификатор для текстовой надписи, потому что с этой текстовой надписью мы будем работать через класс, который работает с функциями. И чтобы просто обратиться к этой текстовой надписи, нам нужно указать для нее здесь хоть какое-то название, хоть какой-то идентификатор, что мы как раз с вами здесь и делаем. Название можно указать какое угодно. Я, например, укажу название, например, как text label. Но, конечно, можете указать любое название, какое только захотите. Окей, с текстовой надписью мы теперь с вами разобрались. Следующее, что нам необходимо сделать, так это нам необходимо во всех вот этих вот ячейках расположить необходимые кнопки. Как можно расположить кнопки? Во-первых, вы, конечно же, все эти объекты можете располагать при помощи панели элементов. То есть, вот я открываю панель элементов и, например, сюда перетаскиваю какую-либо кнопку. Ну и вот эта кнопка, она сюда добавляется действительно, здесь все есть уже сразу необходимое. И, в общем-то, таким образом тоже это все можно прописывать. Но, поскольку мы уже создали с вами сетку, поскольку мы уже прописали здесь ряды и столбцы, то нам куда удобнее будет уже не перетаскивать вот эти вот все объекты, а куда удобнее будет прописать все самостоятельно. Поэтому я даже пока закрою эту панель элементов и буду все это прописывать самостоятельно. Для этого я здесь просто открываю тег button, вернее, так прописывается. И здесь, давайте я пока его открою и сразу закрою. И здесь, если я пропишу, например, число 1, ну или я могу здесь на самом деле все что угодно прописать, то вот это вот число, это будет как бы текст для самой по себе кнопки. И все, что нам здесь еще остается сделать, так это просто нужно указать, где конкретно будет находиться сама эта кнопка. Например, column мы здесь указываем как 0, а grid row, вернее, давайте я еще раз попробую, grid row мы указываем, например, как 1. Ну и вот в таком случае, видите, кнопка у меня находится здесь и текст на ней как раз единичка. Все прописано логично. Я уже кнопки подготовил, давайте я их сюда просто вставлю. Ну и вот эти кнопки, вернее, первые не стоило мне удалять, давайте я еще раз попробую. Вот все эти кнопки, то есть вот 1, 2, 3, 4, вот они все у меня здесь расположены. И дополнительно я добавил сюда еще кнопки минус, умножить и также разделить, плюс добавил кнопку равенства, ну и кнопку AC, то есть это кнопка при нажатии на которую мы будем очищать вот это вот текстовое поле. Ну, как бы будем просто очищать сам калькулятор. Вот, и теперь у нас, в принципе, дизайн для калькулятора готов. Вы можете, конечно, сказать, что здесь особо нет каких-то красивых стилей, здесь это все выглядит пока еще очень-очень плохо, но не спешите расстраиваться, дело в том, что это всего лишь пока второй урок, уже в следующем уроке мы будем делать более красивый дизайн, пока давайте просто рассмотрим как бы общую структуру, как это тут все вообще функционирует. Ну, а уже потом будем вникать в какие-то более мелкие детали, как, например, дизайн, как добавление всяких там красивых фишек внутрь нашей программы и так далее. Пока рассмотрим просто общую концепцию. Ну, и общая концепция здесь у нас следующая. Сейчас мы просто прописали весь необходимый дизайн, и теперь, после того, как мы прописали весь необходимый дизайн, нам необходимо добавить все необходимые функции. Единственное, прежде чем мы перейдем к функциям, давайте я текстовую надпись здесь просто удалю, ну или, ну да, просто удалю эту текстовую надпись, ведь она нам изначально не нужна, а когда мы будем нажимать на какие-то кнопки, то при нажатии на них мы уже будем сюда, в текстовое поле, что-либо вписывать, да, но пока нам это просто здесь не нужно. И, кстати, еще один момент, я рекомендую вам сейчас, опять же, остановить видео, или, по крайней мере, после видео, просто немного поработать все-таки над дизайном, поработать именно с вкладкой свойств. То есть, вот вы можете выбрать любой объект, текст блок или же баттон, и можете просто добавить внешний вид, например, вы можете указать там задний фон, вы можете указать формат шрифта и так дальше. И над этим всем я предлагаю вам немножечко хотя бы поработать самостоятельно. Конечно, в следующих уроках мы это тоже с вами все это будем проходить, но пока немного самостоятельной практики вам не помешает, поэтому можете уделить на это немного времени. Теперь давайте приступим к написанию функций. Для этого мы переходим в класс, который имеет расширение .cs, и здесь внутри конструктора, внутри конструктора класса MainWindow, мы с вами в первую очередь пропишем вот что. Мы обратимся к нашей основной сетке, то есть к сетке MainRoot, мы вот здесь давали для нее определенное название, мы обратимся к этой сетке, возьмем из этой сетки полностью все кнопки, и через цикл к каждой кнопке добавим определенный обработчик события. Ну и давайте сейчас такое как раз с вами и сделаем. Чтобы нам такое сделать, мы сперва давайте пропишем сразу цикл, то есть мы прописываем просто forEach, такой вот цикл, здесь мы прописываем вот что. Мы будем создавать переменную, будем создавать объект на основе такого класса, как UIElement, и сам объект этот назовем, например, как Element, то есть именно через этот объект мы будем перебирать все наши объекты, что находятся в определенной сетке. Дальше мы говорим, ну как бы какой список мы перебираем, мы перебираем с вами список, это MainRoot, MainRoot это, еще раз напомню, это вот эта вот наша сетка, вот я для нее указал здесь название MainRoot, и именно ее мы как бы перебираем, то есть мы перебираем полностью все элементы, которые находятся внутри этой сетки. Ну и здесь я просто обращаюсь к MainRoot, и дальше мне еще необходимо обратиться к Children, чтобы просто получить все дочерние объекты. Далее открываем фигурные скобки, ну и здесь будем прописывать необходимый код. Сперва нам необходимо прописать одно небольшое условие, нам необходимо проверить, относится ли этот дочерний объект к такому классу, как Button. Поэтому здесь я прописываю вот это вот условие, является ли вот этот объект, является ли этот объект объектом на основе класса Button. Если это будет так, то соответственно к такому объекту мы будем добавлять обработчик события, а ко всем остальным объектам, которые не созданы на основе класса Button, то ко всем остальным таким объектам мы никакого обработчика события добавлять не будем. Иными словами, мы к текстовому полю никакого обработчика события не добавим, а вот к этим всем кнопкам мы как раз обработчики события и добавим. Это то, что мне и нужно было. И здесь я обращаюсь к каждой кнопке, обращаюсь к свойству клик, и тем самым я смогу сюда повесить некий обработчик события. Ну и в качестве значения я просто указываю тот метод, который у нас будет вызываться при нажатии на какую-либо кнопку. Сам этот метод, он пускай будет называться, например, как buttonClick. Конечно, такого метода у меня пока что еще нет, но в то же время сейчас мы его создадим. Также можно заметить, что сейчас это все подсвечивается красным, и подсвечивается это все красным по той причине, что у нас вот этот вот element, это объект на основе такого класса, как UIElement. Поэтому нам вот здесь этот element, вот этот объект, нужно преобразовать к такому классу, как button. Ну и чтобы такое сделать, мы давайте с вами пропишем вот что. Во-первых, здесь поставим круглые такие скобки, вот, а дальше перед этим объектом мы просто скажем, что мы его преобразовываем к такому классу, как button. Ну и в таком случае, видите, вот здесь вот это красное подчеркивание, оно уже удалилось. Здесь у нас красное подчеркивание до сих пор есть, но оно есть по той причине, что я еще не создал сам метод buttonClick. Поэтому давайте, возможно, мы нажмем на быструю подсказку, и здесь просто нажмем на создайте метод mainWindowButtonClick. Просто нажимаю на это все, и вот этот метод, он у меня здесь был создан, ну и, соответственно, отсюда вот эта вот ошибка, она тоже убралась. Смотрите, здесь нам действительно необходимо иметь два параметра. Эти параметры необходимо здесь принимать, если мы хотим создать метод, который обрабатывает какое-либо нажатие. Ну, нажатие там на кнопку, нажатие на текстовое поле или нажатие на какой-либо другой объект. Соответственно, эти два объекта, эти два параметра я здесь тоже принимаю. В то же время выбрасывать здесь ошибку я не собираюсь, поэтому вот этот кусочек кода я, пожалуй, отсюда просто удалю. И здесь в первую очередь мы давайте с вами создадим переменную на основе типа данных string, то есть это будет определенная строка, давайте, возможно, назовем даже эту переменную как str. И внутри этой переменной мы будем устанавливать тот текст, который будет на кнопке, которую нажал пользователь. Другими словами, если пользователь, например, нажмет на единичку, на вот эту вот кнопку, то в таком случае мы будем с вами получать просто текст с этой кнопки, и этот текст будем устанавливать вот в эту переменную. Ну а чуть позже уже будем работать с этой переменой, но пока давайте хотя бы такое реализуем. Чтобы нам такое реализовать, нам необходимо обратиться к вот этому вот параметру и, и это у нас по сути тот объект, на который мы с вами нажали. Вот дальше мы обращаемся здесь к original source, и далее нам необходимо здесь как бы получить контент. И чтобы нам получить контент, нам нужно просто здесь прописать точку и как бы вызвать сам этот метод контент, вернее значение контент. Но сейчас оно у нас вызываться не будет, просто по той причине, что нам вот этот вот объект и также необходимо преобразовать к классу, с которым мы как раз и работаем. Мы работаем с классом button. И теперь я наконец уже могу здесь обратиться к свойству контент. Ну и по факту при помощи вот этого вот значения я получу именно надпись с самой кнопки. Сейчас можно заметить, что у нас все равно вызывается ошибка, и ошибка вызывается по той причине, что нам необходимо вот это вот все дополнительно еще преобразовать к типу данных строка. Поэтому здесь в начале я еще прописываю string, и теперь оно все у нас будет работать корректно. То бишь мы берем объект, который идет у нас на основе класса routed event args. Дальше мы преобразовываем этот объект как бы к классу button, то есть к кнопке. Дальше мы берем original source, то есть мы берем как бы сам по себе этот объект. И дальше мы просто получаем контент, то есть мы получаем ту надпись, которая находится на этом объекте. И это все преобразовываем к строке. Вот такая вот здесь получается немного запутанная строчка кода. Следующее, что нам необходимо сделать, так это мы давайте обратимся к text-label. Опять же, напомню, text-label это у нас вот эта вот текстовая надпись. Вот она вот здесь у нас вверху была создана. Мы к ней добавили именно название как text-label. Так вот, я просто обращаюсь к text-label, обращаюсь к значению text. И если обратиться к значению text, то можно установить какой-либо новый текст в саму эту текстовую надпись. И здесь, если я просто укажу, например, равно str, то в таком случае каждый раз, когда я буду нажимать на новую кнопку, у меня каждый раз предыдущее значение будет стираться и просто будет устанавливаться новое значение, которое было сейчас на кнопке. Это не совсем то, что я бы хотел. Я бы хотел, чтобы, например, если я нажал до этого на единичку, а потом на двойку, то уже к единичке было бы добавлено еще двойка. И у нас получилось бы число 12. Так вот, чтобы нам добавлять вот эти вот значения новые, то нам здесь не просто равно нужно указать, а плюс равно str. То есть мы как бы к текущему уже значению добавляем еще некое просто новое значение. Давайте даже на данный момент протестируем, что у нас получилось. Лучше, кстати, часто тестировать, чтобы понимать, на каком этапе у вас происходит какая-либо ошибка. Поэтому мы просто запускаем нашу программку. Вот так она сейчас выглядит достаточно неплохо. И давайте попробуем что-либо здесь понажимать. Итак, что бы я здесь не нажимал, у меня это значение, оно вот сюда в текстовую надпись как раз и выводится. Могу здесь нажать еще на минус, минус 56 и так дальше. И оно все у нас будет здесь срабатывать абсолютно корректно. Ну давайте, пожалуй, мы остановим нашу программку и продолжим просто написание кода. Теперь нам необходимо отслеживать, на какую кнопку нажал пользователь. Например, для начала мы давайте реализуем отслеживание на вот эту вот кнопку. То есть если пользователь нажмет на кнопку AC, то в таком случае будем очищать просто текстовое поле. Чтобы нам такое реализовать, мы вот здесь, чуть выше, должны прописать одну небольшую проверку. В этой проверке я делаю следующее. Мы проверяем, если текст на кнопке, он равен значению AC, то в таком случае я знаю, что пользователь нажал на вот эту вот кнопку. Ну и мне необходимо сделать следующее. Я просто обращаюсь к TextLabel, я обращаюсь к свойству текст и устанавливаю здесь просто пустую строку. Также тут стоит нам еще дописать значение, вернее оператор else. Вот, и по факту мы уже реализовали сами по себе вот эту вот кнопку AC. То бишь, если пользователь нажимает на кнопку AC, тогда мы очищаем текстовое поле. Если он нажимает на какую-либо другую кнопку, то в таком случае мы берем текст из этой кнопки и этот текст мы просто встраиваем вот сюда. Окей, это у нас готово. Теперь мы давайте реализуем еще вот эту вот кнопочку. Чтобы ее реализовать, нам необходимо дописать еще один здесь оператор. Мы здесь давайте напишем else if, и здесь мы пропишем следующее. Мы обращаемся к str, то есть мы проверяем, что написано на кнопке. И если на кнопке будет написан знак равенства, то в таком случае нам необходимо выполнить само математическое действие. Выполнять математическое действие мы будем с вами достаточно хитрым. И чтобы хитро выполнить математическое действие, нужно подключить одну дополнительную библиотеку. Она называется как system.data, поэтому давайте вот здесь вверху мы ее и подключим. Теперь же мы переходим обратно к нашему условию. И здесь нам необходимо сделать вот что. Мы давайте с вами создадим некую перемену. Пускай она будет называться как у нас string. Ну, пускай у нее тип данных будет как string. И называться она у нас пускай будет как value. И внутри нее мы помещаем следующее. Мы создаем объект на основе такого класса, как dataTable. Далее мы сразу же обращаемся к методу, который называется как compute. Этот метод, он позволяет нам высчитать какую-либо математическую операцию. Причем в качестве параметра мы можем передавать просто строку. Это как раз то, что нам и нужно. То есть, предположим, пользователь ведет, например, 12, минус 10, умножить на 5. И это просто у нас будет определенная строка. И мы сможем эту строку спокойно с вами высчитать при помощи как раз метода compute. И что здесь необходимо сделать? Здесь нам необходимо просто обратиться к textLabel, обратиться к свойству text. То есть нам нужно получить как бы саму эту строку, саму по себе. Вот, здесь еще можно установить фильтр, но нам никакой фильтр не нужен, поэтому я здесь указываю значение как null. И в конце это все еще необходимо преобразовать к формату строки, поэтому в конце еще используем метод toString. Ну и теперь все, что остается сделать, так это мы просто обращаемся к textLabel.text. И здесь мы устанавливаем новое значение. В качестве значения я устанавливаю значение вот этой вот переменной value. По факту все готово. Ну и давайте запустим и просто протестируем. Итак, программка у нас открылась. Давайте введем сюда какие-либо значения, например, 12-6 и пускай еще плюс 3 будет. Ну и нажимаем просто на равно. После этого у нас получается 9, что вполне логично, ведь 12-6 это 6 было, плюс 3 у нас получилось как раз значение 9. Давайте нажмем на AC, замечаем, что все у нас полностью очистилось. Давайте попробуем еще что-то, например, 5 мы умножим на 2, у нас получится уже 10. И потом мы это все поделим, ну, к примеру, давайте тоже на 2, для примера. Нажимаем равно и у нас опять же получается число 5. Все работает корректно. Таким образом, теперь я могу создавать абсолютно любые математические операции. Могу это все там умножать, потом это все еще могу там делить. И нажимать просто на равно и у нас будут получаться какие-либо действия. Все теперь обрабатывается корректно. Таким образом, мы с вами создали нашу первую программку на основе платформы WPF. Эта программка вполне хорошая. Да, здесь еще нет особого какого-то графического дизайна, но это мы уже будем делать в следующих уроках. Будем уже создавать более-менее красивый дизайн, ну и добавлять к этому всему функции. На этом же у меня пока все. Так что увидимся с вами в следующих уроках. До скорых встреч. Пока.